Приветствую всех! Мне хотелось бы поблагодарить всех людей на реакцию о ролике «Дело в сети». Действительно, очень много толковых и гневных комментариев. Видно, что люди, конечно, не согласны с таким отношением людей, возмущают пытки в тюрьмах. Абсолютно очевидно, что YouTube срезает просмотры, но это всегда можно легко доказать, потому что лайки, как правило, это десятая часть от просмотров, поэтому на этом ролике я вижу по количеству комментариев должно быть минимум 35 тысяч на сегодняшний момент, всего 20. Вчера очень долго цифра держалась на 10 тысячах, плюс люди пишут, что исчезают их комментарии. В общем, YouTube продолжает свой беспредел, поэтому будет полезно, если вы сами будете распространять эту информацию через социальные сети, можете пересылать друг другу, можете использовать этот мой ролик и предыдущий, как посчитайте нужным, я не буду жаловаться. Почему нужно это делать? Потому что очень многие в комментариях, первое, пишут, что случайно попали на мой ролик и узнали об этом деле, то есть люди действительно не слишком много говорят о деле в сети. И второе, люди не знают подробностей этого дела, то есть услышали 18 лет, 14 лет, 16 лет лишения свободы в строгом режиме и спрашивают, за что с этими парнями так поступили. Поэтому я думаю, что вот этот дополнительный ролик будет важен. И даже если он будет длинный, советую вам посмотреть его до конца. И единственное ценное, что можно вынести из подобного показательного процесса, это последнее слово заключенных. Вот всегда во все времена люди, кто понимали, что они участвуют не в суде, а в судилище, использовали вот этот последний момент, так сказать, полной свободы, высказать то, что у них на душе. Поэтому я решил посвятить этому целый ролик и немного объяснить со своей точки зрения, как и что получилось. Кто виноват на самом деле в том, что эти темера парней просидят в общей сложности 86 лет, далее на этих семерых. А вообще по делу сети прошло 11 человек. Это были люди, выявленные в Москве, в Петербурге и в Пензе. Вот такой разброс в городах. Почему это произошло? Потому что ответ простой. Все эти парни были взяты в конце октября и в первых числах ноября 2017 года. Накануне так называемой запланированной, как вы помните, революции 5-го, 11-го, 17-го. Вот и все, что объединяет этих парней в этой истории. Ну а сейчас первая часть моего ролика под названием «Трусы». Вторая часть будет называться «Герой». Трусы – это вот эти люди. Многие из них вы, наверное, видели эти физиономии. Может быть, кто-то вспоминает с трудом. А может быть, кто-то до сих пор даже очень хорошо знает этих людей. Вот в моем личном понимании, это мое субъективное мнение – это трусы. Объясню, кто это. Это Вячеслав Мальцев, фигура самая заметная. Это человек, который в свое время в своей саратовской квартире вместе с другим аферистом, это Эдуард Бабаджанян, они создали канал на YouTube «Артподготовка». Вы, наверное, помните. Я хорошо помню этот канал с самых первых дней его существования. Мальцев засчитывал плохие новости. А Бабаджанян за экраном подливал, так сказать, маслица в огонь. Ну, мог жестче высказаться, чем Мальцев. Там, отматерить кого-нибудь. Ну, видно по нему, что человек психически нездоровый. Но вот, значит, раскручивали они свой канал. Никакое доброе дело в России не остается безнаказанным. Правильно, Елена Касаткина. Вот это по-русски, блядь. Не по-грузински ни хуя. Это по-русски. Вы мне предъявляете, блядь. Вы меня собакой и вором называете. Я сделал, блядь, плохие новости. Я вам Мальцева подарил, блядь. Нихуя бы вы этого не знали. И она меня собакой называет, блядь. Да ты, сука, последняя после этого. Пиздец. Вообще, откуда ты выплывал? По-прежнему слушаю эфиру Мальцева лишь потому, что Мальцев – это, прежде всего, недюжное человечество, недюжный ум. Я слушаю, потому что это моя программа, блядь. Потому что я ее создал, блядь. Я создал этот образ, этого актера. Да, он, конечно, сам из себя говорит. Я продюсер был этого проекта. Поэтому я смотрю. Это мое детище. А ты тявкаешь тут, блядь. Просто пиздец. Какие, блядь, идеи. Сначала никаких разговоров о какой-то революции вообще не велось. Они чисто зачитывали плохие новости. Затем дело поперло. Возникла, так сказать, идеология у всего этого, где появилась вот эта дата – 5-го, 11-го, 17-го. Появилось название и пошло-поехало. Они начали раскручиваться за счет чего, внимание, за счет, конечно, донатов и просто волны денег, которые люди начали им перечислять. И у них организовались штабы, у них появилась своего рода сеть, у них появились соратники, те, кто стали их поддерживать, прежде всего, своим личным участием. Это вот следующие физиономии на всей этой карте. Создавали блоги, распространяли всю эту информацию, призывали людей, призывали и верили. Понимаете, все душевно верили в славу Мальцева. Даже в 17-м году все время, которое посвящал Мальцева, у меня вышло 5 роликов о нем, я никогда доброго слова в его адрес не сказал. Я всегда говорил, ребята, остановитесь, посмотрите на этого человека внимательнее. Вы поймите, бывший мент, ядрос, близкий друг Володина, да, он не может быть никаким революционером, это пустышка. Он просто раздувает себя, но человек мечтает о большой блогерской карьере, плюс запахло большими деньжищами. Он вам навешивает лапшу по любому поводу. Невозможно верить, что революцию можно заказать к определенному числу, как пиццу, понимаете? Не будет революции в стране, где нет никаких предпосылок к этому. Но вот такие блоги, как у меня, естественно, смотрят все равно не так много людей. Да и потом смотрящие мои эти ролики, что я там читал, сквал критики, оставь в покое Славу Мальцева. Да это народный герой, ты ничего не понимаешь, зачем ты его критикуешь? Ровно как вот я сейчас кричу, уже мозоль натер про Алексея Навального, и ничего, кроме критики, я свой адрес о Навальном не получаю. Та же история была со Славой Мальцевым. Что произошло? За месяц до ноября они все свалили во Францию, но большинство из них уехали, и к назначенной дате они в стране не находились. В первую очередь Слава Мальцев, который там себе на Лазурном берегу купил замечательный дом, завелся молодой женой, ребенком. У него все сложилось, все классно. Он думал, что вы здесь за него сделаете революцию. Вот его дело, оказывается, было информировать людей, понимаете, разогревать этот огонь. А вот в числе тех, кто выйдет на площадь, он, конечно, быть не должен. Как и остальные вот эти физиономии, никто из них 5-го, 11-го никуда не выходил. Вот это факт, на который я прошу обратить внимание. Что бы они сейчас ни говорили, как бы они ни отмазывались, что их обманул Слава, что они во что-то там верили. Это, ребята, вот это трусы, подстрекатели и провокаторы. По сути, они должны быть на месте тех, о ком я дальше буду рассказывать. Ну и во что это вылилось? Все они, естественно, разосрались между собой. Теперь каждый из них поливает друг друга грязью. А Мальцев продолжает вещать. Интересно, теперь эти же оболваненные идиоты собирают ему на студию на колесах. Понимаете, дом купили мало, теперь еще давайте ему второй дом на колесах купим, чтобы он и дальше продолжал сидеть и зачитывать новости с монитора. Поразительная история, просто поразительная. Ну а эти друзья, конечно, как были, так и остались блогерами. И свои задницы они во Франции спасли. С чем их и поздравляю. Лично мое понятие, что если ты не готов быть в числе выступающих и протестующих, ты не имеешь морального права никого никуда призывать. С отвращением к этим людям я закрываю первую часть этого ролика под названием трусы. В моих глазах эти все люди трусы. Не говоря уже о Мальцеве и организаторах артподготовки. Это были просто провокаторы высшей категории. Ну а теперь глава герои. Кто же герой этой истории? Вот этого сфабрикованного дела сети. Дело в том, что накануне, а вы знаете, что это все происходило еще и накануне чемпионата мира по футболу, вот непосредственно в октябре начались зачистки по всей стране. Дело сети коснулось фактически трех городов. Это Санкт-Петербурга, Москвы и Пензы. В общей сложности вот сейчас к этому моменту осуждено 11 человек. Я буду рассказывать всего о шести или о семи фигурантах. Их задерживали одного за одним в разных городах. Они готовились к так называемой революции. Как они сами говорят, разговаривали об этом в качалке, собирались в отдельные группы, считали, что они не одни, что их много, их поддержат. Кто-то из них готовил обрез, у кого-то было оружие. Ну, например, у одного, там Армана Сагенбаева, нашли ведро с алюминиевой стружкой. Он ничего из нее не успел сделать, но говорил, что если начнется, так сказать, 5-го, 11-го, они, в общем, к этому готовились. Еще раз, они думали, действительно верили, что с 5-го, 11-го, 17-го что-то по всей стране начнется. Понятно, что никто из них не был непосредственно в штабе Мальцева, они не связаны были с ним лично. Это просто замороченные молодые люди, поверившие во всю эту байку. А дальше их соединили и сделали название «Дело сети». Большинство участников этого дела заявили о том, что подверглись пыткам в тюрьме, и признательные показания из них выбивали пыткой. Что бы там ни было, как бы не заморочили им голову, эти ребята сейчас прошли настоящее испытание. В общем-то, ни за что. Да, те, кто должны сидеть, находятся за границей, а вот этих, кого успели похватать, вот они теперь отвечают по полной. Еще раз, сроки были даны этим людям от 6 до 18 лет. В BBC, в Deutsche Welle и прочих, я считаю, что люди ужасаются тяжести этих сроков, которые получили эти люди. Страшно себе представить, самому молодому участнику исполнилось 23 года. Вот глядя на эти лица, например, на вот это особенно лицо, знаете, это такое лицо эпохи Возрождения, это лицо Армана Сагенбаева. У него папа казах, мама русская. Знаете, такие лица можно увидеть на итальянских картинах, такие лица можно увидеть на иконах. Это крайне редкое такое сочетание черт. Но если говорить о литературном персонаже, там в память приходят Арамис, Пиро, вот такие тонкие натуры, да, и таким он уже никогда не будет. Когда он после своих 6 лет выйдет, если вообще выйдет живым, а именно Арману угрожали тем, что его изнасилуют, и если он не признается, то пошлют своего человека в тюрьму, и там его будут насиловать до последнего дня и в латситке. И, возможно, это не беспочвенное обещание. Вот если он выйдет, уже таким человеком, конечно, он не будет. Мне больно смотреть на этого парня, потому что ему явно там не место. Как и, в общем, большинство из них, вот вы сейчас поймете, это обыкновенные работяги, один повар, один программист, другой режиссера хотел учиться, да. То есть это совершенно не бандиты, не убийцы. Они ничего никому не сделали, кроме того, что они заблуждались, да. И сами себя называли анархистами и антифашистами. Вот они с этими бумажками, в лицах какая-то надежда, что кто-то их услышит. Ну, понятно, что ничего в подобных государствах, когда ты сталкиваешься с репрессивной машиной, ничего доказать уже невозможно. Сроки заранее обговорены, и это не суды. Их нужно называть правильно. Это судилище. И когда я прочитал последнее слово всех этих ребят, я подумал, что нужно поделиться этим со всеми остальными. Я понимаю, что ролик уже очень длинный, но я думаю, что нужно уделить этому внимание, потому что вот эти парни, живущие в этой стране, прошедшие вот эти три года, а некоторые из них сидели все это время в одиночной камере, внимание, до них наконец-то многие вещи дошли. И они хотят поделиться этим с вами в своем последнем слове. Мой долг просто зачитать это, несмотря на время. А вас, если у вас есть возможность распространить это в сети, я не знаю, если ролик слишком большой, порежьте его на части. Расскажите об этом людям, потому что эта история одна из самых вопиющих последнего времени. Специально сидел и искал фотографии этих парней до ареста, и то, какими они выглядят сейчас, через три года, уже прошедшие СИЗО, и так далее. Посмотрите в эти лица, посмотрите в эти глаза, вы увидите сломленных людей. Вы увидите совершенно опустошенные глаза. За три года их уже поломали полностью. Люди, которые не убили ни одного человека и не собирались никого убивать, еще раз, многие из них даже не знали друг друга. То есть они познакомились уже во время процесса, а якобы в деле они были сплоченной террористической организацией. Первый участник этой истории Дмитрий Пчелинцев. 27 лет этому парню отслужил в армии инструктором по стрельбе, планировал стать режиссером при обыске у Пчелинцева зарегистрированное охотничье оружие. Последнее слово Пчелинцева на суде. Я особо никогда не интересовался политикой. В основном потому, что мне казалось, я с этим не столкнусь. Просидев два с лишним года в одиночной камере, я анализировал, как я здесь оказался и что к этому привело. Могу сказать только один вывод. Мы долго делали что-то не так в этой стране. И не делали того, что мы обязаны были делать. Наша страна видела фашизм и люди, победившие его, до сих пор живы. А мы их потомки. В Германии сильных трудностей с правосудием сейчас нет, хотя в свое время людей там поджигали в печах. Просто у нас не было, как я считаю, своего Нюрнбергского процесса. Я считаю, что стране нужно признать свои ошибки прошлого, задуматься над тем, куда двигаться дальше. Следующий участник, о котором я уже сказал, вот этот человек с необычной внешностью, Арман Саганбаев. Он сказал следующее. Более двух лет я изучал наше уголовное дело, делал записи, думал, делаю что-то важное. Но есть вещи, которые для меня были и останутся, конечно, важнее. На последнем месте для меня это программирование и новые технологии. На втором месте – веганство, потому что я считаю, что любая жизнь священна. На третьем месте – наука, как единственный способ познания окружающего мира. Раньше я думал, что самое важное и поставил бы это на первое место – это моя жизнь. И без нее все остальное не имеет значения. Я очень надеюсь, что если приговор будет обвинительным, я все-таки не лишусь этой жизни в колонии. Сейчас же я знаю, что есть нечто, что более важно, чем моя жизнь. Это жизни моих матерей, отцов, братьев, сестер и моей дочери. Их радость и их веселье. Если мы все-таки останемся в колонии, произойдет нечто страшное. Все наши родственники потеряют счастье на многие годы. А жизнь в бесчастье не имеет смысла. Илья Шакурский – самый юный участник этих событий. 23 года. Вот здесь на фотографии его мать, которая, естественно, бьется все эти годы за правосудие. Был волонтером в приюте музыкант собственной пан-группы. Друг Дмитрия Пчелинцева. У него при обыске нашли взрывное устройство, которое, по утверждению Шакурского, ему подбросили. На своем последнем слове. Я не буду лукавить, я не святой и не идеальный человек. За всю свою жизнь я мог позволить себе громкие высказывания и выражения, мог оскорбительно высказаться и даже хулиганить. Но я обычный парень, я обычный пацан. Я не являюсь жестоким террористом, да и вообще террористом. Не являюсь боевиком, не являюсь человеком, который ради своей выгоды готов лишить жизни людей и совершать беспредельные глупости. Илья заявил, что боится думать о реальном сроке наказания. А уже известно, что он получил 16 лет лишения свободы в строгого режима. Боится того, что может произойти с ним за эти годы. Если суд приговорил меня к реальному длительному сроку в колонии, он сказал, что для него пошатнутся многие идеалы, которые мы учили его родители. С раннего детства нам говорили возлюби ближнего своего. Не могу найти в себе силы не то, что возлюбить, а просто нормально относиться к людям, которые применяли ко мне насилие в СИЗО. Они не просто меня побили, это не наказание, а это издевательство и садизм. Лев Толстой писал в своих книгах, которые у меня в том числе изъяли как запретные, что свобода, равенство и братство как были, так и останутся истинными, а до тех пор будут стоять как идеалы перед человечеством, пока не будут достигнуты. Василий Кусков, 31 год, инженер-конструктор, волонтер в приюте для животных, в свободное время занимался музыкой, участвовал в фестивалях. 19 октября 2017 года его задержали как раз в ходе чисток перед 5-11-17-м. Во время обыска у него в машине нашли пистолет, который, как настаивает Кусков, ему опять же подбросили. Стрелять и пользоваться оружием, как заявляет Кусков, он не умеет. Единственная мысль, которая меня согревает, сказал Кусков в последнем слове, что я не забыт до сих пор моими родителями, супругой и друзьями. Я познакомился с другими ребятами дела сети, хотя до этого был знаком только с Ильей Шакурским. Я сожалею только о том, что не знал этих замечательных людей до нашего уголовного дела. Многие говорят, знал бы, где упаду, соломку постелил. А я бы не постелил просто никакую соломку абсолютно. Не жалею ни о дружбе с Ильей, ни о своих жизненных принципах. Судя по нашему процессу, упасть в нашей стране можно везде, даже ничего не делая. Непонятно, куда стелить соломку. Ничего плохого я не делал. Покажите, хоть кто-то из нас причинил хоть какое-то зло. Следователь мне говорил, что что бы мы ни делали, процесс будет показательным. Поэтому сроки нам светят. В справедливость я не верю. Мне сказали, что нас всех посадят, чтобы другим неповадно было, анархистам и антифашистам, чтобы не собирались и не кучковались, даже не думали. А сейчас, я думаю, всем понятно, что этот процесс развернулся в обратную сторону, против самих обвинителей. Мне совершенно непонятно, почему мне приписывают терроризм и обвинитель запросил такие сумасшедшие сроки. В этом деле пострадают не просто семь человек, пострадают все наши семьи. Я думаю, чего от меня, собственно говоря, хотят? Тюрьма, как написано в законодательстве, должна исправить человека. Если я был антифашистом, кем я должен стать? Фашистом? Какой прок? Кому это нужно? Мы уже и так настрадались и получили необратимые последствия. Я превратился в скелета, потерял здоровье. Кстати, у парня туберкулез в открытой форме, поэтому он выступал в маске. Мою жизнь растоптали. Ломать жизнь еще и супруги я не хочу. Родителям за 60, они пожилые люди. Если я и выйду, то не знаю, куда мне потом возвращаться с моей болезнью. Кускову дали 9 лет лишения свободы. Андрей Чернов, 30 лет. Студент физмата и слесарь на заводе. Занимался страйкболом с Дмитрием Челинцевым. Поэтому попал по этому делу. Чернов дал признательные показания, а затем в суде от них отказался. Ничего говорить, если честно, не хочется, потому что вопиющие нарушения всплывали сначала по одному, а в прениях все вместе. И защитник сказал, что и так все всем ясно. Не понимаю, о чем тут говорить вообще. Негатива говорить не хочется, поэтому больше мне сказать нечего. Михаил Кульков, 24 года. Учился в колледже на повара. Занимался раздачей еды и одежды бездомным. Его задержали вместе с Максимом Иванкиным. Сначала проходил по делу как свидетель. В рюкзаке у Кулькова нашли сверток с наркотиками. На допросе Кульков заявил, что наркотики якобы его. Сначала всех троих отпустили по подписку о невыезде, а через несколько месяцев Кулькова и Иванкина арестовали снова, обвинив уже не в сбытии наркотиков, а в участии в террористическом обществе, о котором они до этого ничего не знали. Последние три года были для меня самыми тяжелыми в жизни. Наверное, даже самыми бессмысленными. Вместо того, чтобы строить свое дело, как мечтал заниматься спортом и музыкой, я жду своего приговора. О своих ошибках я уже не раз пожалел. Все время, пока находился на подписке о невыезде, думал, ну неужели я не могу сбежать, не могу взять денег в кредит или у родителей. Но не хотелось начинать свою жизнь с долгов. Думал, все и так получится. На практике же получился итог. Тюрьма и все печально. Мои мотивы, конечно, никому не интересны, но к террористической организации никакого отношения не имею. Искренне раскаиваюсь. Максим Иванкин, 23 года. Вместе с Михаилом Кульковым занимался раздачей еды бездомным. Работал поваром в ресторане и разнорабочем на стройке. «Тяжело выступать последним», начал Максим Иванкин. «Я много думал, что произошло за это время, в стране в целом, и понял, чем больше было давление со стороны силовых структур, тем больше людей выходило на улицы нас поддерживать. Не думал, что получить письмо – это так важно и значимо для меня. Я не испытываю негативных чувств к обвинителю, несмотря на то, что в этом процессе мы по разные стороны. Он – такая же жертва системы. Его бросили на амбразуру, и это несправедливо по отношению к нему. Суду тоже подкинули нелегкую задачу разбираться непонятно в чем. Господа судьи, задам вам риторический вопрос. У вас наверняка были дела по терроризму. Глядя на Сагенбаева элементарно или на Кускова, которые весят 50 кг, что можно сказать? Да поезд шахида весит больше, чем они. Таких дел, как дело сети, много, и они настолько нелепо шьются, что сыпятся на глазах. Да, это действительно показательный процесс. Да, обвинитель сработал восхитительно. Спасибо ему большое. Хочу сказать, что общественность для меня теперь очень много значит. И напоследок хочу сказать то, чем заканчиваю все свои письма. Мур-мур. Ну что ж, в заключительных словах каждого из них была своя правда. Самое главное, видно, что ребята не сломлены. Не факт, что они выйдут из тюрьмы. Может быть, не все. Не факт, что если вдруг не станет Путина, эти приговоры будут отменены. Так бывает только в кино. В основном в жизни люди идут по потоку и так и теряются во всех этих зонах или выйдя потом по жизни. Страшно, что один из них заболел в СИЗО туберкулезом. Страшно, что у Саганбаева осталась маленькая дочка. Страшно, что у Ильи Шакурского больная мама. Всех их, по сути, жаль. И все они, конечно, герои этого времени. Эти люди со временем будут вписаны в историю России как антифашисты. Я прошу обратить внимание, что это один из очень важных процессов, где все семь человек называют себя открыто антифашистами, были записаны в документах как антифашисты и сейчас позиционируются как антифашисты. Подумайте об этом, до чего дошло в этой стране. Ну и слава героям и презрение трусам. Берегите своих близких.